Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футболу Та Жизни и это третий выпуск по Майклабу. Итак, несколько дней я записывал этот видеоролик из-за того, что не доначил в Pro Evolution Soccer, собирал, копил монетки там и сейчас вам покажу небольшую нарезочку из тех моментов, кто мне выпал, лучших игроков и также сыграем с вами один матч. Приятного вам просмотра. Ну что же, сейчас мы откроем специальный пак с игроками Манчестера и Юнайтеда. Вот такие нам могут сегодня выпасть. Давид Дехе, Бруно Фернандеш, Решфорд, Пак Бамарси. Ну, в общем, мне кажется, все бы зашли, но правда кроме Гринвуду, потому что там у меня вместе стоит. Остальных бы я бы, ну, всем бы место, да уж точно бы нашел у себя в команде, поэтому погнали. Мы открываем мячик с игроками, можно сказать, ну, это как команда недели из Манчестера и Юнайтеда. Ну что же, черный мячик это однозначно должен быть, если я ничего не путаю. Да, черный мячик, правая нога, классные бутсы. Это Ван Бесака, я так понимаю. Если это Ван Бесака, это будет очень топово. Нет, Пагба. Это Пагба. Это Поль Пагба. Ну, неплохо. Сколько у него рейтинг? 88. Мне нравится. Итак, сейчас мы открываем пак English League. Вот, здесь нам могут выпасть, я вообще не понимаю, почему на эти игроки. Мане, Нуер, Тьяго, типа, здесь странно, конечно, все это сделано. У Тьяго, Сильвак, конечно, Челси уже горит и у Зиеша там. Но, к примеру, у Тьяго нет еще Ливерпуля. Вот это мне странно. Ну, ладно. Может, уже пофиксили, когда этот ролик выйдет. За джипы мы открываем. Я надеюсь, кто-нибудь интересный мне выпадет. Здесь все-таки три игрока. Поэтому, в любом случае, тренировочка пройдет отлично у некоторых игроков. И мы летим во Францию. Димария, надеюсь. Нет, это золотой мячик. Так что, это Хосе Мауар. Вот это неплохо для прокачки. Может быть, даже на скамейку он залетит. Кто еще там? Маунт и Редман. Ну, это неплохо. Ну, что же, мы продолжаем наш пакопенинг. Сейчас за 25 джипы мы открываем еще один такой набор. Я все-таки надеюсь, что нам выпадет правый защитник. Буду, по крайней мере, на это надеяться. Естественно, Англия. Золотой мячик. И отдали в Яжуру. Это интересный вообще вариант нападающий. Если бы у меня не было моей иконы нападения. Еще и Матич и Корне. Ну, что же, еще бесплатно отдают нам премиум агента. Здесь абсолютно рандом. Здесь больше вероятность, что нам попадет серебряный какой-то футболист. Абсолютно вроде из любой лиги. Но нам везет. Нам выпадает Италия. Но, дай бог, черный. Нет, золотой. Но это тоже неплохо. Левая нога из Ромы. Это Дзаньёво. Вот это вот уже интересный, кстати, персонаж. Николай Рассказов, правом защитника. Может быть, даже его и возьму. Не знаю, там, не помню рейтинг. У моего сейчас правого защитника. И Гуэро. Центральный нападающий. Итак, снова у меня появились на балансе звездочки. Вот эти вот. И сегодня мы с вами откроем один пак с игроками PSG. И, естественно, только здесь и за Кельяном Мбаппе. Потому что больше мне абсолютно никто не нужен. На остальные позиции я только, наверное, буду прокачивать. Как тренера. Больше мне никто, действительно, кроме Кельяна Мбаппе не нужен. Здесь стопроцентный черный мячик. И сейчас мы с вами узнаем, кто же все-таки это будет. Если правая нога, это сразу можно уже. Но это левая. И это, скорее всего, там Ди Мария. Очень. Да, ну, Ди Мария 11 номер. Ну, почти были очень близки сейчас к Мбаппе. Ну, Ди Мария я, скорее всего, сейчас могу посадить на скамейку запасных. И кого-то там вкачать в Леонель Месси. Ну, уж точно не Ди Марию в Месси я буду вкачивать. Итак, друзья, подкопил я еще. И у нас осталось две попытки на то, чтобы поймать Кельяна Мбаппе. Но сейчас у нас останется, по крайней мере, одна. Потому что денег у меня больше нет. Ну, что же, поехали. Я верю, что сейчас у меня получится поймать Кельяна Мбаппе. Ди Марию мы уже поймали. Верим, верим. На самом деле, правая нога. 93 рейтинг в нападении. Очень охота этого футболиста. Но нет, это снова левая нога. И это Кемпембе. Очень похож на Кемпембе. Ну что же, это интересно, куда он вообще сейчас залетит. 88. Центральный защитник. Подписываем его. Ну что же, это интересно. Итак, у меня получился вот этот мячик. Мне его дали, я так понимаю, за предзаказ. Там, что я специальную версию, там, барселоновскую покупал. Мне дали премию магет. Не знаю, может быть, абсолютно всем это раздают. Бесплатно. В общем, здесь может попасться абсолютно любой футболист. Но мы верим, что нам сейчас либо золотой, либо черный мячик выпадет. И это очень интересно на самом деле. Мы полетели в Португалию. Ну это понятно. Это вообще серебро. Это Нуно Секвера. Вообще классно. Ариас и Иван Кромбруге еще нам выпал. Итак, ребят. Про Вальшин Сокер подогнали вот такого интересного скаута. Категория особо игроки. Специализация определенной игроки. Пятизвездочный ранг. И вот уже возможные варианты. Причем общий рейтинг уровень 1. Давайте, естественно, мы посмотрим, кого мы здесь можем поймать. Здесь я посмотрел, быстренько сейчас пробежался. Это все иконы. 47 возможных икон. Самый лучший это Марадона. Я бы хотел действительно Кройфа здесь. Потому что это прям топ. Но также из тех, кто там низкорейтинговый такой. Есть Фернандо Торрес. Конечно, интересный вариант, если его там еще прокачивать. Но мне больше вот Аршавин заходит. Не знаю. Прям именно как болельщик Зенита. Я бы хотел его поймать. Единственная вроде российская икона в Проэволюшене. Потому что в Фифе там был Яшин. Не знаю, сейчас есть или нет. А вот в Проэволюшене Аршавин. Поэтому почему бы и нет. На левый фланг бы отлично. Он бы залетел. Тем более, если это первоуровневые футболисты будут. Поэтому что же. Давайте запрашиваем. Мы переговоры. Подписанный игрок вначале будет иметь уровень 1. Продолжить. Продолжаем. Так. Очень интересно, какая все-таки икона. Итак. MyClubLegends. Сейчас это уже получается какая моя вторая либо третья там икона. Правая нога. Ну и черный мячик это понятно. Темнокожий. Интересно. Кэмпбелл. Соул Кэмпбелл. Какой у тебя рейтинг? Ну почему не Аршавин? Вот серьезно, а? Такую икону мне. Ладно. Но все-таки игре жаловаться все-таки. Просто так Проэволюшен здесь раздает икону. Итак, друзья. Появилась у нас команда недели. Сейчас вам покажу, как она выглядит. И здесь, естественно, хочу поймать Неймара. 94 все-таки не получилось нам поймать Аршавина в иконах. Поэтому почему бы ни Неймара, ни Сона? Почему бы нет? Мне кажется, чуть бы рейтинг, да, у него подпортился. Если бы мы его налево нападающим. Но вот именно Неймар 94, мне кажется, топово бы записался. Но из остальных, ну не знаю. Мне кажется, я бы здесь любому был бы рад. Любой пригодится. И преобразуем его, если что, даже в тренера. Поэтому посмотрим. Я очень хочу сейчас Неймара. Надеюсь, получится. Все-таки мы два с вами мячика открывали из ПСЖ именно. А теперь здесь он в команде недели. Еще Неймар. Поэтому я верю. И это что вообще? Ох, это, конечно, золотой мяч. Из Турции. Дэвидсон. 83. Это самый худший, серьезно, информ нам выпал. Не, ну это серьезно? Я сейчас просто вот посмотрю. Допустим. И серьезно, нам самый худший рейтинг упал. Ладно бы грилишь, но нет именно Дэвидсон. Итак, снова у нас на счету положительный баланс. Поэтому пробуем все так же мы поймать нашего Неймара из команды недели. Нам в прошлый раз упал самый худший игрок. Надеюсь, сейчас может самый лучший. Будем на это надеяться. И... Ну это Франция, ребят. Ну это Франция. Я надеюсь, вдруг Неймар... А это похоже. Ну нет, это левая нога. И это даже не... О, это Данте, да? Похоже очень, да? Данте. 8-6 рейтинг. Ну, на прокачку какого-нибудь игрока он пойдет. Ну что же, и под конец сегодняшнего видеоролика мы с вами сыграем не один матч, а мы отыграем целый с вами переходящий кубок. Там три матча. Сейчас вы увидите наш состав. Главная вот награда это опытный тренер. Вот. Вот такой вот у нас состав. Давайте в меню главного тренера. Так, здесь ничего не надо. Меню команды. Выносливость у всех сейчас восстановим. Все. И вот таким составом мы выходим против Ливерпуля. Итак, у Ливерпуля вот такой состав. 79 у них командный дух. У них Диога Джота уже сразу в составе. Почему-то маны не в старте. Это вообще странно. Вот. И это, наверное, как я понял, стандартный состав. Потому что даже Алиса нету на поле сегодня. Сейчас Адриан у них на воротах. Ну посмотрим. Итак, написали Энфилд. Но это нифига не Энфилд. Ну ладно, допустим. Посмотрим, как мы сегодня отыграем. И это первый матч нашего турнира. Карантин Талисо. И какой гол, а? Какой гол забивает Талисо. Опасный момент. И это 1-1. Забивает нам Диога Джота. Да. Диога Джота, конечно же. И вот Месси с мячом. И Месси забивает. Отлично. 13-ая минута. Гол. Леонеля Месси. Инзаги. Ну и это 3-1. 27-ая минута. Инзаги вколачивает. Гол. И уже поспокойненько пойдет сейчас игра. Так. Погба. Видит Инзаги. Отдает на него. Но никакого апсайда здесь и не было. И Инзаги что творит? А вы просто посмотрите на эту шикарную передачу от поля Погбы. Таюрнадес. И здесь Инзаги просто ковырнул. Это его хэтрик. 5-1. 42-ая минута. И это был серьезный. Даже молча смотрел. Диога Джота дубль забивает. Подача. И это не факт. Если это Кимпемпли. Нет. Это Бруно Энрике. Да. Бруно Энрике отлично сейчас сыграл. На него вроде Погба сбросил. И здесь просто в касание в дальний угол забивает. И это 6-2. 6-2. И на Кейна неплохо. И Кейн забивает. И это 7-2. 59-ая минута. Неплохо Кейн. И как же сейчас это было идеально. Это прям как Гути. Гути отдавал за Реал. Также пяточкой в нужный момент он чувствовал спиной. Сейчас Кейн, что задней смеси отдал на него. И супер. Все. 8-2. Мы проходим первую стадию. Отличная игра команды. 15 ударов. 9 створ. 8 был в створ у Ливерпуля. У нас лучшие. Это Инзаги. 8-5. У него оценка. Толесо поднялся в уровне. Энрике поднялся. И все. Вот. Уровень повысился. Дают награды за матч. Еще скаута одного дают. Все. Давайте я вернусь. И откроем мы еще один мячик. Так уж и быть. Потому что сейчас мне он очень важен будет. Специальный агент тут нельзя будет их купить. Поэтому мы именно защитника сейчас купим. Потому что мне все так же нужен правый защитник. Именно золотой либо черной редкости. Поэтому я надеюсь хоть кто-нибудь у нас да и получится. Поехали. Мы отправляемся в Англию. Ну что. Волкер. Тренд. Александр. Нет. Ну золотой по крайней мере. Из Лестера. Это Зинченко. Серьезно. Да. Саня Зинченко. 80 рейтинг. Но вряд ли его оставлю у себя в команде. Вот. Ну а остальные просто на тренировки сейчас пойдут. Итак друзья. Тут спустя время я зашел дозаписать этот видеоролик. Не думайте что я там спустя неделю решил это сделать. Нет. На следующий же день. Как только мы вот отыграли с вами первый матч. Переходящий вот этот кубок. И все. Тут уже серия А началась. То есть мы играли с вами в премьер лиги. Здесь серия А. То есть новый турнир. Также три матча. Я подумал. Ну не буду я перенаполнять уж сильно геймплеем этот видеоролик. И так. Такого добра на канале хватает. Поэтому думаю. Вот этот один матч. Который мы с вами отыграли. Как вы уже видели. На этом мы с вами и закончим. В общем. Спасибо всем большое друзья. За просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Которые у нас выходят по выходным. С вами был Андрей. Канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok